Девушки отдыхают Микайло насолил, я искала пакет, чтобы в него все собрать А это еще что такое? Сама посмотрю Я нашла этот пакет вчера А внутри лежала окровавленная тряпка Похоже на то Какой ужасный запах Только знаешь, мама А еще пахнет дезинфицирующим средством Глория Тебе тоже кажется, что пахнет дезинфекцией? Да Но с чего в этом? Странно, Дульса так рано не убирается Да Точно так же В доме пахло в ту ночь, когда приходила жена Иуда Мы должны отвезти твою находку каликста Нет, не стоит Как это нет? Если мы передадим эту тряпку каликста Возможно, ему удастся выяснить, кто такая жена Иуда Дай мне, я сама отвезу Пойдется отправить в лабораторию Пусть сделают заключение Но похоже, что это кровь Каликста, мне кажется, ты какой-то вареный Словно в болоте увяз В своем расследовании с места не сдвинулся Но не все зашли в тупик Каликста, я билась над этим всю ночь И смогла набросать портрет жены Иуда Всю ночь, чтобы сделать рисунок Нет, психологический портрет И мне кажется, он идеально подходит к нашему случаю Убийца, она или он, убежден в своем и физическом умственном превосходстве над всеми Для него не существует категории добра и зла Только полезность Он пойдет на все, что будет удовлетворить в своем альтер-эго Другими словами, он или она, то есть убийца Создал собственные десять заповедей, базирующиеся на его я Все для него, все ради него и ниже его Вот именно, обратите внимание, убийца подбросил нам снимки с аграрию Чтобы продемонстрировать свое превосходство Чтобы посмеяться над нами Да, но ей недолго радоваться осталось Скоро все будет кончено Я найду эту женщину и посажу ее за решетку Даже если потом мне придется положить свой жетон на стол Гнев плохой советчик, так мы ничего не добьемся, Каликста Мы должны думать, как она, быть хладнокровными, расчетливыми Превалировать должен разум Жена Иуда бросила нам вызов Я знаю единственного человека в этой семье, настолько самовлюбленного Что он считает себя выше всех, а окружающих презирает Это он Кто? Аллирио Агуэра Дефтору Не обязательно, Глория Я просто нарисовала вам портрет убийцы Человека, который берет в руки оружие и хладнокровенно убивает Не понимаю Это ты о чем? О том, что когда убийца, он или она, не прибегает к оружию Он такой же человек, как все один из жителей Корору, с которым ты постоянно встречаешься На улице А давайте пойдем домой к ребятам У них вся информация, которую нам удалось собрать, а также список подозреваемых Мы ведь можем сравнить этот список с психологическим портретом И посмотрим, кто лучше всех ему соответствует Пошли Из вас двоих никто не знает, как вчера эти снимки попали на презентацию вина Но мы знаем не больше тебя Сначала появилась фотография моей кузины Саграрио Вечный ей покой А потом целая пачка мерзких снимков жены Иуды Но как эти фотографии могли там оказаться? Ну, насколько мне известно, единственный человек, обладающий даром ясновидения, это Глория Соломон, что за вопросы ты задаешь двум девственно чистым душам, а? Слушай, Алирио, я не в том настроении, чтобы твой комплекс превосходства терпеть Так что, если кто-то из вас знает что-нибудь про эти снимки, самое время рассказать Соломон, ты что, обвиняешь в этом меня? Нет, Энма, я только хотел выяснить Хотя, если подумать Единственный человек, заинтересованный в провале презентации Это ты, Энма Нет, Соломон, что за чушь ты несешь? Что? Ради бога, да Энма все это время только делала, что беззаветно любила Кибер И потом, с твоей стороны, это непорядочно Подумай о своем ребенке, Соломон Как это отразится на нем? А тебе не приходило в голову, что лишь один человек мог задействовать эти снимки? Мой брат Исмаэль Не знаю, я бы на твоем месте поговорил бы с ним Именно это я и сделаю Извините А вот и Исмаэль, Соломон Только скажи мне, что он натворил? Если он совершил дурной поступок Как бы мне ни было больно, но придется его наказать Ничего не поделаешь Ты же знаешь, что это за мальчики В этих мальчиках заключена моя жизнь Я, я для них, как птица-мать, приносящая в клювики червячков, чтобы накормить своих птенчиков Так что, рассказывай, что он сделал? Людовико, можешь оставить нас одних? И я не узнаю, что случилось? Что он натворил? Людовико, это наше с Исмаэлем дело Пожалуйста, оставь нас одних, не заставляй меня терять время Ну хорошо так и быть Но этому мальчишке нужна твердая рука Ты же его знаешь? Так что на всякий случай оставляю тебе вот это Перестань, папа, хватит Если понадобится, выпари его Папа, хватит устраивать шоу, уйди отсюда Хорошо, давай, давай, иди Так и быть, я уйду Но потом все равно узнаю Ну ладно, хорошо, хорошо, я все понял Не смотрите на меня так, я вас оставляю Соломон, ты уже простил моего отца Прости его Какие у тебя новости? Ты меня искал Чем могу быть полезен? Алирио, поверь Энма, я знаю, что тебе нравится Соломон Но он же осел Соломон на две головы, ниже меня Я, по-моему, как раз наоборот, Алирио Нет, Энма, ты ошибаешься Запомни, размер не имеет значения Интеллект, вот что превалирует над размером Как ты думаешь, почему про Соломона говорят Грудь быка, а мозги цыпленка? В отличие от него, я обладаю безграничным интеллектом Хочешь, я тебе это докажу? Что это? Видеокамеры Я установлю их в спальне Глории Чтобы шпионить за ней и контролировать каждый ее шаг А ты мне поможешь их установить Исмаэль, я знаю, что мой вопрос не из простых Но я сразу же хочу перейти к сути, без экивоков Все в порядке, Соломон? Можешь смело спрашивать Я готов ответить на любой твой вопрос, старик Исмаэль, это ты жена Иуды? Объясни мне кое-что, Алирио Ты считаешь себя в ней Соломона только потому, что установишь видеокамеру в комнате Глории, чтобы шпионить за ней? Согласись, блестящая мысль Да, ты просто больной, Алирио Слушай, Энма Ты хочешь, чтобы я разлучил Соломона с Глорией? Да или нет? Разумеется, да Мне больно пустить Тогда нечего анализировать мои методы Господи! Сразу видно, что ты опоздала на раздачу мозгов, Энма Я установлю эти камеры в комнате Глории И ты мне поможешь Да ты что, старик? У тебя крыша поехала, Соломон Почему ты меня об этом спросил? Ответь мне, пожалуйста, Исмаэль Нет, конечно, Соломон Старик, а я-то думал, что мы с тобой друзья Доверяем друг другу Мы сроднились Между нами есть и дружба, и доверие Именно поэтому я и решился приехать сюда и откровенно поговорить Потому что знаю, ты мне не соврешь Понимаешь, в чем дело? А дело в том, что до меня наконец-то дошло Какой я идиот Предлагаю свою дружбу, чтобы об нее ноги вытирали Исмаэль, я не хотел тебя обидеть И тем более сделать больно Ну, конечно, нашел козла отпущение Почему бы не свалить все на меня? Человека, который честно на тебя работал С какой стати, Соломон? Только потому, что я единственный Кто помогает матери преодолевать нервные срывы И справляться с проблемами Поэтому ты решил сделать меня крайним, Соломон Ребята, знакомьтесь, Кармен Росаура Юрист-криминолог Могу вас обрадовать, она составила довольно интересный психологический портрет Жены Иуды, что скажете? Отлично, чувствуете себя, как в своем родном бунгало Садитесь Какой-то у нас галантный Что желаете? Газировку или пиво? Может, водички? Спасибо Водички? Да Посмотри, это наше исследование Мы составили список подозреваемых и их возможные мотивы Что скажешь? Очень интересно Глория, я вижу у вас очень серьезный подход Это будет нашей дипломной работой Ах, ну да Ведь вас консультирует Маркос Рохас Паул Это будет документальный фильм? Да Но самое главное, что своим фильмом мы сможем показать Кто и за что убил падра Себастьяна Послушай, Исмаэль, я приношу тебе свои извинения Не нужно было задавать этот вопрос Но пойми, я в отчаянии И не хочу, чтобы убийства продолжались Я тебя понимаю, Соломон И тоже схожу с ума С каждым новым убийством Потому что боюсь, что моя мать может быть в нем замешана Я должен положить всему этому конец Должен покончить с убийцей Чтобы на виноградниках, на фирме Во мне самом, в моей жизни Вновь воцарились мир и покой Рассчитывай на мою поддержку, Соломон Я больше всех заинтересован в том Чтобы ситуация прояснилась Потому что все это сильно бьет по моей матери Все кругом обвиняют ее И шепчутся за спиной после каждого нового случая А она ни в чем не виновата Исмаэль, ты уверен, что твоя мать не причастна к происходящему? Когда серийный убийца выставляет свои жертвы на публичное обозрение Это значит, что он хочет добиться признания То есть быть в центре внимания? Валерио И не только Он хочет, чтобы ни у кого не оставалось сомнений В его руках власть Он контролирует ситуацию И по своему усмотрению распоряжается чужими жизнями Да он просто ненормальный Снова Алирио Но самое сложное, что этого убийцу Невозможно вычислить из толпы Понятно То есть он или она Держится естественно, да? Нормально, но... Но остается убийцей Проблема в его голове, а не его внешности А как же нам узнать, кто вынашивает эти зловещие планы в своей голове? Ты уверен, что твоя мать не причастна к этому? Да я, Соломон, если речь идет об этом, готов за маму руку сунуть в огонь Но если хочешь, можешь обыскать мою комнату, мою студию Да что угодно, старик Нет, это излишне Исмаэль, я просто в отчаянии, братишка Я уже в каждом вижу подозреваемого Человека, способного на убийство И мне это чувство совсем не нравится Мне тоже знакомо это чувство, Соломон Когда ты не можешь доверять даже людям, живущим с тобой в одном доме Да, Соломон Но я имею ввиду не маму А Лирию Вот кого я подозреваю Самая нездоровая психика у Чичиты Это особо явно безумное Из тех, кто кидается в самолеты камнями Говорят, у нее раздвоение личности Да, это возможно, но наверняка утверждать нельзя Убийца не обязательно должен страдать душевным расстройством Но это, скорее всего, она В нарисованном вами портрете большое значение имеет семья А семейство Агуэра Мороз по коже Начиная с Алирио Должно быть, это все-таки Чичита Она больше всех подходит под твое описание И у нее больше, чем у кого-либо причин для убийства Значит, собранные доказательства исключают Альтаграсию из числа подозреваемых Конечно, Габриэль Альтаграсия просто взяла на себя чужую вину Да, я тоже считаю, что это не она Речь идет о человеке, который сильно изменился за эти несколько месяцев Что ты имеешь в виду, Кармен? То, что жена Иуда стала вести себя по-другому, почувствовав, что кольцо вокруг нее сжимается Она стала более непредсказуемой и будет еще яростнее добиваться своих целей Она не знает ни страха, ни чувства вины С каждым разом она становится более дерзкой и кровожадной Я знаю Что? А если мы устроим ей ловушку? Точно? Ты же сама сказала, что жена Иуда чувствует, как ей наступают на пятки Она в нее попадется Но чтобы загнуть ловушку, то особо нам нужна приманка Нет, 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 я против, это очень опасно Жена Иуда может начать охотиться за вами Да, это правда Я вообще в панике с тех пор, как она начала слать смс-ки на мой мобильный Правильно Это и в своей стратегии она хочет спугнуть вас С этой же целью оставляет фальшивые улики на месте своих последних преступлений Кармен Росауэр, это станет нашим самым веским аргументом Каждый раз, когда мы уже готовы разоблачить ее, она начинает допускать ошибки И убивает, Глория, убивает Ты не должна забывать, мертвые не могут выступать в качестве свидетелей Соломон? Валерия, у Соломона здесь Он идет сюда Валерия, зачем Соломон вернулся домой? Без истерик, никто не знает, что мы здесь Но он идет сюда Глория, можно войти? Молчи, тихо Глория, пожалуйста, открой дверь, мне нужно с тобой поговорить Глория, я вхожу, ладно? Глория, ты здесь? Глория, любимая, я понимаю, ты не желаешь со мной разговаривать Но мне это необходимо Ты в ванной? Глория, Глория, пожалуйста, ответь мне Глория, ты здесь? Глория, как дела, Каликсто? Что с расследованием? Портрет убийцы? Каликсто, так это же здорово Многое расставить по своим местам Он уже ушел Энми, да не трясись, Соломон уже испарился Пусти Слушай, Энма, согласись, было бы неплохо установить камеры и здесь Посмотри Одну вот сюда, напротив ванны А другую надо подумать, как пристроить вот сюда Не знаю, как вы, но я все-таки думаю Ты же, что если мы забросим ей приманку, она может на нее клюнуть Она ведь не ясновидящая? Нет Но очень хитрая, Глория Никто не смог ее поймать Она отлично знает, что делает Продумывает каждую деталь Не оставляет ни единого следа, который может выдать ее Но ведь не существует идеального убийства И если мы ее загоним в угол, вполне вероятно Она допустит ошибку Что нам и надо Неплохая теория, но очень рискованная Жена Иуды раньше только душила свои жертвы Сейчас убивает их с помощью яда Взбивает С Аграрой она ввела смертельную инъекцию Причем ранку практически нельзя было различить Жена Иуды Копикет Что? Что это такое? Копикет? Убийца, копирующий убийство других преступников Имитатор преступлений Алирио А если Соломон узнал о нас? Энма, ну подумай сама Если бы Соломон узнал о нас То сейчас бы отчитывал, как маленьких детей Да Если тебя это так волнует Найди его и выясни Действительно ему уже все известно или нет Давай, ступай Я выйду следом Только проверь все, я уйду Боже Теперь у тебя не будет от меня секретов, Глория Теперь я стану частью твоей личной жизни Что происходит, Соломон? Сплошной хаос и беспорядок Тебе нужно Тебе нужно Ты нужна мне, Глория Мне нужно, чтобы ты была рядом со мной Если бы я мог, я бы схватил тебя прямо сейчас И увез далеко-далеко отсюда По крайней мере, я должен благодарить Бога За то, что ты остаешься в центре этой бури Словно звезда, которая ведет меня Указывает путь Какой сюрприз, милый Меньше всего я ожидала встретить тебя здесь А может, у тебя на меня особые планы? Представь себе, что да, Энма У меня есть особые планы Ты не представляешь, как меня возбуждают твои фантазии Представь себе, что мои фантазии и терпение исчерпали себя Энма Я должен навести порядок в своей жизни И начну с того, что положу конец этой ситуации Энма Если ты и дальше будешь закрывать глаза на реальность На то, к чему мы с тобой пришли Положение станет еще хуже Эту проблему нужно решать Это ты закрываешь глаза Ты хочешь избежать ответственности за нашего ребенка Чтобы развлекаться с этой маргиналкой Глории Безответственной Энма, я ясно дал тебе понять Что у моего ребенка всегда Запомни, всегда будет отец Но я не собираюсь жениться Энма, ради Бога, я больше не люблю тебя А я не буду матерью-одиночкой Почему бы тебе не попробовать начать свою жизнь заново с другим человеком? Пойми, наконец, что между нами больше ничего нет Любовь умерла Энма, пожалуйста, смирись с этим Нет Ты обещала, женишься на мне И лучше тебе исполнить свое обещание, Соломон Вайсман Иначе я за себя не отвечаю Соломон, ты не можешь идти Ты не посмеешь оставить меня одну Дорогой, это же наш дом, наша комната Наша постель Были, Энма Нет, дорогой Все осталось в прошлом Нет Энма, о чем ты? Нельзя ложиться в постель без любви И ты отлично знаешь, что это чувство покинуло нас давно Нет, дорогой, это ложь, неправда Я докажу тебе Я докажу тебе, что Есть и любовь И страсть Ну, давай же, любимый Пожалуйста, приласкай меня Прошу тебя, дотронься до меня Ощути всем телом Ну, давай же Энма, пожалуйста, Энма Прошу тебя, дорогой Энма, пожалуйста, будем вести себя как взрослые люди Не унижайся Нет, нет, ты Прошу тебя, давай сохраним уважение, которое мы питаем друг к другу Нет, любимый Ты не можешь меня оставить, дорогой Ты не можешь от меня уйти Я отдала тебе всю свою жизнь, свои силы, свои связи Пожалуйста, Соломон Я помогла тебе поднять этот дом, фирму Еще ни один мужчина от меня сам не ушел Энма, не надо Нет Энма, прекрати Пожалуйста, умоляю Энма, все кончено Нет Пойми, пожалуйста, мне нужно навести порядок в своей жизни Разобраться в хаосе, в который она превратилась Дорогой, тогда позволь помочь тебе Мы же с тобой парой, должны помогать друг другу Уже нет, уже нет, пойми это Ведь ты тоже являешься частью этого хаоса, этого беспорядка, этой путаницы Трус Почему ты не скажешь мне правду? Почему во всем обвиняешь меня? Этот хаос, о котором ты говоришь, перенесла в твою жизнь Глория, а не я Я всегда была рядом с тобой Поддерживала тебя Энма, все кончено Человек невластен над своими чувствами Любовь рождается и умирает сама по себе Моя любовь к тебе умерла Отлично Я тоже тебя не люблю Никаких чувств к тебе не осталось В одном ты прав, все кончено Теперь, дорогой, я постараюсь тебя уничтожить Разорить все твои фирмы Чтобы ты не смог ничего предложить маргиналке Глории Так что покинь комнату Убирайся Уходи, уходи Все кончено Я серьезно, уходи отсюда и забирай все свое барахло Выметайся Освободи помещение Покинь мою комнату Не желаю тебя больше видеть Но если ты надеешься при помощи этого спектакля Освободиться от ответственности за своего ребенка, ты ошибаешься Так что отправляйся на поиски работы, голубчик Потому что я сделаю все, чтобы разорить все твои фирмы Соломон Вайсман, тебе придется пачкать руки в земле, сажая виноград Посмотрим, чем эта соплячка сможет тебе помочь Убирайся отсюда Уходи И забирай все свое барахло Это тряпье Такое же мерзкое Как и ты сам Хочу заявить вам Что можете забыть о своих планах пожениться и жить за счет доходов компании Дель Торо и виноградников Мои адвокаты оставят тебя ни с чем, Соломон Посмотрим Ничтожество Сколько продлится твоя любовь в нищете Эмма Все Я не заслужила этого, Соломон Я отдала тебе все Даже своим телом пожертвовала, чтобы родить тебе ребенка А ты поступаешь так со мной из-за какой-то бродяжки Нет, Соломон Запомни, ты заплатишь мне за это Заплатишь за каждую мою слезинку За каждую слезинку кровью Клянусь тебе, ты мне заплатишь Заплатишь Соломон Поверь, мне очень жаль Что по моей вине ты попал в такую ситуацию Я не хотела, чтобы все так получилось Я тоже не хотел, чтобы так получилось Но я принял решение и не изменил его И не хочу, чтобы ты чувствовала себя виноватой Я могу тебе чем-то помочь? Глория, сейчас я хочу побыть один Подумать Но я знаю, что ты рядом Извини Посмотрим Настало время чудес Отлично Очень хорошо Просто замечательно Ты должна видеть в этом положительные стороны Он, по крайней мере, любит тебя Да, подруга, тебе стоит собрать его одежду Принести ее сюда и... Камеры работают отлично Ты гений, Алирио Теперь ты у меня под Колпаковым горе Как хорошо ты пахнешь Что ты здесь забыл, Исмаэль? Что ты там прячешь? Я уже сказал, тебе это не касается, Исмаэль Выйди из моей комнаты Я не уйду отсюда, пока ты не объяснишь, почему сказал Соломону, что это я, жена Иуды Нет, я никому ничего подобного не говорил Исмаэль, выйди из моей комнаты, пожалуйста Подожди, а это разве... Нет, тебе это не касается Черт, я уже сказал тебе Убирайся отсюда, уличный художник Сгинь! Если Исмаэль кому-нибудь проболтается о том, что увидел Мне придется его убить Глория, Глория, что с тобой, подруга? Вы понимаете, что Соломон перебрался в другую комнату? Конечно, поэтому Энма и выпустила когти Подруга, спуститесь с небес Энма беременна, и это свяжет их на всю жизнь Спокойно По крайней мере, Соломон ясно дал понять, что не любит Энма Петто, Микаэла права Какая мне разница, что Соломон покинул ее комнату, если ему все равно придется на ней жениться? В конце концов, это их проблема, а не моя Мы займемся нашим делом Женой Иуды Мне нужно отрегулировать звук, плохо слышно Девушки, перестаньте болтать и покажите мне что-нибудь Намажьтесь кремом Сделайте апелляцию линии бикини Да что угодно Меня это так возбуждает Теперь из дома не захочется выходить Ты нужна мне, Глория Маргарита Маргарита, тебе придется приехать ко мне домой Возникла срочная работа Да, здесь у меня дома Договорились Эй, ты оборванка Соломон покинул мою комнату из-за тебя Но не празднуй победу Ему от меня просто так не уйти Энма Если Соломон оставил тебя, в этом не я А ты сама виновата У тебя шикарная фигура и все такое прочее Но не такая женщина нужна Соломону Тебе пришлось его купить Послушай меня, запомни этот день Соломон женится на мне Он выполнит свои обязательства И в день нашей свадьбы я увижу твои слезы Если вы с Соломоном решили пожениться Я сама куплю тебе свадебное платье Можешь рожать ему детей каждый год До тебя не доходит, что ты всего лишь одна из многих Соломон любит меня Это я рожу ему ребенка Это мне он отдался душой и телом Энма Соломон покинул твою комнату Потому что не поверил в сказочку про беременность Ведь это совсем не его ребенок Слушай, Энма, я тебе не позволю, как ты смеешь Что здесь происходит? Пусти меня Прекратите Она с ума сошла Ненормальная Хватит Какая ты наглая маргиналка Прекрати Такая же, как и твоя мать, водительница грузовика Энма, знаешь что? Глория Отойди Глория Пусти меня, Соломон Прошу тебя Пусти меня, не держи Запомни, выскочка Еще раз поднимешь на меня руку, я за себя не отвечаю Могу у тебя очень воспитанная, но могу и забыть про приличие Глория, хватит Не ухудшай ситуацию Знаешь, Соломон, это ты виноват во всем Потому что не был искренен ни с одной из нас Потому что все мялся, мялся Никак не мог принять решение достойное мужчины Маргинал Пойдем Оборванка Согласись, что тебе до сих пор нравится эта женщина Признайся в этом Каликто говорит, что жена Иуда допустила ошибку Ну, вполне вероятно, что жена Иуда кто-то спугнул И она спрятала тряпку на кухне Тогда это Лаура Потому что она была там Оплакивала смерть с Аграрио, когда мы почувствовали запах дезинфицирующего средства Скорее она оплакивала Эрнеста Я видела, как они цепились из-за Марины Да, но у нас нет доказательств Хуака И невозможно никого обвинять на основании подозрения Мы не можем действовать, как Каликстер Но мы можем загнать ее в угол, чтобы она сама себя выдала Если это Лаура убила Марину, она расколется Легка на помине Ты здесь? Я думала, тебя полиция задержала Как видишь, нет Человек невиновен, пока не доказано обратное Тебе так не кажется? В чем дело, Энма? Мне кажется, я теряю сознание Идем Тебе надо сесть Не могу дышать, Соломон Мне не хватает воздуха Да что с тобой? Где болит? Не пойму, Соломон, меня тошнит Бросает во злоб Вероятно, у тебя давление упало Подожди Я принесу воды с сахаром или чай Сейчас вернусь Только поторопись, дорогой Как мне удержать его? Этой дурочке он не достанется А может потерять ребенка? Нет, 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 это плохая идея Будет еще хуже Не знаю, но надо что-то предпринять Чтобы удержать его И сделать это необходимо прямо сейчас, Энма На самом деле я искала Соломона Хотела предупредить его Что если со мной что-нибудь произойдет Что угодно Он единственный будет отвечать за это Лаура, тебе лучше уйти Мне надоели твои выкрутасы По твоей милости я даже в полиции побывала Так что не провоцируй меня Ты как всегда в своем репертуаре И понятное дело в репертуаре дальнобойщицы И с каждым разом я все больше убеждаю Что ты единственная в этом доме способна на убийство Ты хочешь, чтобы твои кошмары стали реальностью? Ты этого добиваешься Убирайся отсюда Ты меня достала Испарись Хватит насилия, пожалуйста Мне пора идти Ты с нами не согласна? Тебе Лаура не кажется подозрительной? Ты же многое знаешь И можешь остановить, что это она или нет? А что вы знаете, адвокат? Не так уж много Хуака Пока я анализирую некоторые догадки Ничего конкретного Я уже сказала тебе, что ничего не знаю Хуака Не увили вы это ответов? Кармен Рассаура Тебе известно, кто жена Иуды? Моей маме ты можешь это сказать? Нет-нет, поверьте Мне пора идти До завтра Осторожно, девочки На свете немало коварных людей Не хочу, чтобы вы сближались с этой адвокатшей Вы меня поняли? Пока, мама Берегите себя Счастливо Девочки, нам рассчитывать не на кого Так что забудем про страх И что мы можем предпринять? Нужно заставить жену Иуды Снова сделать неверный шаг Допустить промах Мы должны сжимать вокруг нее кольцо Пока она не совершит ошибку, которую мы ждем Глория, я не понимаю Объясни в двух словах Нужно устроить ей ловушку Спасибо, милый Как приятно, что ты заботишься обо мне Соломон, я так люблю тебя, что всегда буду все прощать Энма Энма, что ты сделала? Ты сошла с ума? Ты хотела лишить себя жизни? Жизни? Какой жизни, Соломон? Моя любовь настолько сильна, что без тебя жизнь не имеет смысла Ты разве не понял, что для меня нет никого важнее тебя, любимый? Если ты не будешь рядом, зачем мне ребенок? Люби меня, пожалуйста Энма, я не хочу, чтобы ты снова на такое решилась Раны не глубокие, но ты могла умереть Пообещай мне, никому об этом не говори, Соломон Дай слово, что никто не узнает, что я пыталась лишить себя жизни, умоляю Хорошо, хорошо Пойми, дорогой, я унижена, раздавлена, заклинаю тебе Энма, хорошо, обещаю тебе, клянусь Это никого не касается А теперь позволь позаботиться о тебе и постараемся забыть об этом Нет, Соломон, я так сильно люблю тебя Клянусь, моя любовь настолько велика, что я пойду на все, что ты не попросишь Все, что захочешь Мне нужно лишь одно, чтобы ты был рядом Умоляю тебя, люби меня, пожалуйста Подари мне хоть капельку своей любви Обними меня Совсем не похоже на свадебное платье Даже на самое скромное Да ладно Микаэла, но мы покажем его мельком, вот так Мы же не собираемся дефилировать в нем по подиуму Я принесла эту, как ее, бутылку Девчонки Но нам придется, хватит Показать его издалека, потому что от него несет кетчупом Петто, а ты не хочешь позвать шоколадку? Эрик, кипи, чтобы они к нам присоединились Нам понадобится любая помощь, какая только найдется Какая гадость Взорачиваем Ну и запах С ума сойти Энма, тебе не стоило впадать в крайности Пойми, ты могла умереть Ты должна была подумать о себе и о ребенке Дорогой, перестань Осторожно Не сердись на меня Я уже сказала тебе, что запуталась, пришла в отчаяние Не знаю, на мгновение мне показалось, что лучше исчезли, чтобы не испытывать больше эту боль Поверь, я не виню тебя, Соломон, но я ничего не могла с собой поделать Не могла избавиться от этого ощущения внутренней пустоты Энма Энма Энма, что с тобой? Не поступай так со мной Соломон, ты здесь? Да Дорогой Мне холодно и очень плохо Пожалуйста, не оставляй меня Энма, мне не нравится Как ты выглядишь Думаю, будет лучше отвезти тебя в больницу Нет, нет, дорогой Не отвози меня в больницу Ты же знаешь, я больницы не люблю Сразу впадаю в депрессию Все, что мне надо, чтобы ты оставался со мной И это меня вылечит Пожалуйста, дорогой Ты не мог бы принести мне воды? Да, сейчас принесу Все идет как по маслу Что я тебе, Глория, говорила Ты не отнимешь его у меня Держи Дорогой Правда, когда мы поженимся, мы будем очень счастливы вместе с нашим малышом Мы втроем будем чудесной семьей Правда, милый? Я слишком многое значу для тебя Так, ведь? Да, Энма, да Конечно, ты много для меня значишь Вот, видишь Именно это я и хотела услышать Что ты любишь меня так же, как я тебя Добрый день, привет Привет, Арекипер Это же платье жены Иуды Снимите его с меня Заберите Что это? Подделка А где вы взяли платье жены Иуды? Видели Убедились, что они поверили Ребята, у нас есть план Пустить слух, что мы нашли ее тайник А потом показать это платье Понятно Она засомневается И спустится вниз проверить, что там с тайником И таким образом сама себя выдаст Итак, начнем компанию Пошли Какую еще компанию? Ренессито Мы расстрезвоним на весь поселок Что нашли наконец тайник жены Иуды Это ловушка, в которую она попадется Ради бога, Энма Как тебе только в голову пришло Лишить себя и ребенка, которого ты ждешь, жизни? Меня это беспокоит Нет, 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 Соломон, пожалуйста, не уходи Мне нужно твое тепло Я все еще благо себя чувствую Хорошо, Энма Я останусь ненадолго Но ты должна пообещать мне, что никогда больше не посмеешь покушаться на свою жизнь Дорогой, обещаю тебе все, что ты не попросишь Но мне необходимо почувствовать, что я любима Энма Займись со мной любовью, пожалуйста, дорогой Энма, Энма, не надо Ты должна отдыхать Ты потеряла много крови Энма Мы нашли убежище жены Иуда Ее убежище? Да, еще мы нашли платье И отнесем его сейчас к Аликсту После отправить на экспертизу Я знаю, что ты меня хочешь, дорогой Мое тело дарит тебе наслаждение Мой запах сводит тебя с ума Энма Признайся, что ты меня хочешь Энма Займись со мной любовью Ну давай же, возьми меня Нет, Энма, нет Ты совсем не больна Ты всего лишь манипулируешь мной Вы думаете, Эрнесту и Лаура нам поверили? Конечно, Лаура разволновалась Да, правда Теперь нужно рассказать об этом Соломону Он уже несколько часов как заперся с ненормальной Энмой И никак не выходит Правда? Знаете, кого я еще подозреваю? Алирио Сейчас я ему позвоню и все расскажу Да, правда, Алирио Алло, Алирио Это Глория Я звоню попросить, чтобы ты мне помог Да, Глория Да, Глория Конечно, любимая Ты же знаешь, что можешь во всем на меня положиться Проси, что хочешь Дело в том, что ребята нашли место, где скрывается жена Иуда И у нас есть ее платье Нет-нет, Соломона нет, поэтому я хочу, чтобы ты мне помог Алло Алло Алирио Он поверил? Не знаю Связь оборвалась Может быть, он испугался? Ладно, лишь бы поскорее узнать правду Вряд ли Кармен Рассау рассказала, что убийца отличается особых храбростью Даже если сказать ему все прямо в лицо, он и виду не покажет Ладно, все равно нужно попытаться Теперь самое трудное спуститься в подвалы и заставить жену Иуды выдать себя Да, да, я с тобой согласен Но этот план мне не нравится Алирино, не будь трусом В этой ситуации убийца, наверное, только и ждет, чтобы мы ему поверили И может воспользоваться случаем, чтобы убить нас всех Энма, хватит все время делать вид, что мы помирились Я принял решение и не отступлюсь от него Пойми, я пришел поддержать тебя, постараться тебя успокоить Но то, что ты предлагаешь, невозможно Тебе понравилось, ты ответил на мои поцелуи, мои ласки Мы с тобой отлично понимаем, что ты хотел большего Признайся, Соломон, ты бредишь мной В постели я свожу тебя с ума Да, да, может быть, ты права Но желание это еще не все Я не хочу продолжать наши отношения, Энма Больше я тебя не люблю Неужели ты не понял, что такие женщины, как я, на дороге не валяются? Посмотри на меня Ведь я тебе нравлюсь, правда? Мое тепло сводит тебя с ума Ты мечтаешь о моей страсти Возьми меня, любимый Возьми меня всю, ну давай же Забудь обо всем Отдайся одной страсти Я понимаю, вы хотите взять на себя невыполнимую миссию Но я предлагаю позвонить Каликсту и попросить его оказать нам должную полицейскую поддержку Рене, ты знаешь что? Иногда у тебя бывают отличные мысли Эту возьми на себе связь Будет сделано Хорошо Скажи Каликсту, пусть будет во всеоружии Наступает самый ответственный и опасный момент Так что, когда мы туда придем, вся полицейская поддержка должна быть готова Только без особого шума, чтобы не напугать жену Иуды Позвольте вам сказать, что на этот раз Рене и Габриэль превзошли все мои ожидания Ну ладно, нам пора Да, идем Энма, послушай, пожалуйста Нет Ты очень красивая женщина Но заниматься любовью мы не будем, потому что я тебя не люблю Энма, я с уважением к тебе отношусь за все то время, которое мы провели вместе Но пойми меня, пожалуйста Соломон, не надо так со мной Мне очень больно, Соломон Энма Любимый Да, кто там? Синьор Соломон, мне нужно поговорить с вами Да, Дульце, слушаю Простите за беспокойство, но мне кажется, что это случилось Все ушли из дома, и это очень странно Объясни лучше, Дульце, я ничего не понял Я волнуюсь за девушек и Синьориту Глорию Я слышала, как они говорили, что нашли место, где прячется жена Иуды Мне кажется, они туда поехали Раз они поехали искать жену Иуды, значит, они в опасности Дульце, ты не слышала? Куда они поехали? Они только сказали, что знают, где она прячется, и поехали туда Но я не поняла, куда Неужели ты поверишь этим дурам? Ой, ты ненормальный, но уме только одно Обратить на себя твое внимание, чтобы отнять тебя у меня, Соломон Энма, не будь ребенком Наверное, они правду что-то нашли и поехали туда, не думая об опасности, которые подвергаются В этот момент жена Иуды может их преследовать, постараться их убить Дульце, а где Хуака? Не знаю, синьор, дома никого нет Ладно, идем Калик что не отвечает Дульце, пожалуйста, постарайся вспомнить Они не сказали, где находится это место? Нет, синьор Соломон, нет, нет Как узнать, куда они пошли? Может быть, в подвалы? Боже мой, Глория, зачем ты так? Ты же знаешь, как это опасно Боюсь, как бы жена Иуда что-нибудь с ней не сделала Нет, этого не случится Дульце, давай сделаем так Разреши по телефону Хуаку или Альтаграсю Расскажи им обо всем, что здесь случилось А потом сразу же перезвони мне Я, я буду в подвалах Может быть, они там? Да, Кармен, мы в подвалах Хотим заманить жену Иуда в ловушку Да-да, не волнуйся, все в порядке Да, мне кажется, если мы будем держаться вместе, она на нас не нападет Пожалуйста, приезжай скорее и возьми с собой коллекса Ждем вас Ладно Что? Что? Господи Из-за жены Иуда я уже разбила третий мобильник Меня скоро примут в акционеры компании мобильной связи Глория, тебе не кажется, что лучше было бы прийти сюда потом, вместе с Каликстой Когда здесь будет много полицейских с пистолетами Да хватит тебе, успокойся Каликстой сейчас будет здесь Если мы будем держаться вместе, с нами ничего не случится Одновременно со всеми нами ей не справиться Да, конечно А вдруг она не одна, а их много Ведь могут же быть две жены Иуды Неужели ты думаешь, с этими палками мы сможем что-нибудь сделать против ее пистолета? Это же смешно Вот чем можно дать по голове этой жене Иуды Это уже не шутки Рене Какой же ты неловкий Тебе уже давно пора тренироваться и заняться спортом Зачем тебе понадобились эти коробки? Я там нашел эту палку Какой смелый, да? Вот молодец Нашел самую большую палку Рене Хватит надо мной издеваться Ну а что нам делать, не плакать же? Ладно, отряхнись Да, дубину что надо Ребята, мне кажется, мы на верном пути Жена Иуда здесь, в подвалах Так что будьте внимательны Мы должны держаться все вместе Только так она не сможет на нас напасть Странно, что количества еще здесь нет Сейчас я его найду А вы уходите отсюда как можно скорее Нет, я пойду с вами Я знаю, где он Не волнуйтесь, ничего с нами не будет Все под контролем Постой, Глория Лучше я пойду с тобой Не хочу, чтобы ты пошла с ним одна Здесь столько дыма, что ничего не видно Габриэль, Габриэль Как странно, что здесь столько дыма А где фонарь? Не знаю, но нужно скорее найти телефон И вызвать пожарных Петту Петту, где ты, Петту? Осторожно, осторожно Петунья Осторожно Каликсто Господи, Каликсто, ты весь в крови Что мне делать? На помощь Успокойся, все в порядке Ничего не случилось Где Кармен Росаура? Кармен Росаура! Ее нет, Каликсто И Петунью я нигде не вижу Нету Петту! Шеф, шеф, она сбежала Я нигде не могу ее найти Каликсто, жена Иуды похитила Петунью Ты должен что-нибудь сделать Вызывай поддержку и скорую помощь А ты найди жену Иуды Кармен Росаура мне нужна живой С ней ничего не должно случиться Найди ее, давай, быстро Петуньо Каликсто Петунья Без Петунья я отсюда не уйду, Каликсто Петуньо Петунья, где ты? Вернись, Глория Не уходи отсюда Петуньо Глория Что случилось? Что случилось? Где Петунья? Ее увела жена Иуды Я нигде не могу ее найти Петунья Глория, она ее убьет Мы должны ее найти Петунья Ничего у нас не выйдет Если полиция здесь бессильна Петуньо Немедленно уходите отсюда Не мешайте полиции заниматься своей работой Это приказ Уходите отсюда Я уже сказала, Каликсто Что без Петунья никуда отсюда не уйду Она для меня как сестра Я не брошу ее одну Послушайте, не ходите туда Идем Это приказ, постойте Я совсем не могу дышать Давайте вернемся Идем отсюда Постой, в тебя что? Бес вселился Да что с вами? Петунья в руках у жены Иуды Она может убить ее в любой момент А вы здесь развлекаетесь? Прости, Глория Это просто нервы Да У меня очень плохие предчувствия Я чувствую, что Петунья в опасности Глория Глория, ответь мне Соломон, мы здесь Наконец ты пришел, Соломон Глория, ты в порядке? С тобой ничего не случилось? Нет, Соломон, мы в порядке Но жена Иуда похитила Петуню Что? Ты хорошо знаешь эти подвалы Наверное, она увела ее в самую далекую комнату Где она убила Саграрио Но здесь столько дыма, что я ничего не вижу Успокойся Я хочу, чтобы ты ушла с ребятами А я пойду с полицией Пойми, ты в опасности И я не хочу, чтобы с тобой что-нибудь случилось Соломон Я не переживу, если потеряю тебя Нет, нет Ты что, не понял? Петунья, моя подруга, и пришла сюда из-за меня Я ее сюда привела И сама должна вытащить отсюда Глория Ребята Помогите мне Глория Это, успокойся Спокойно, полиция здесь Стойте Отпустите девушку и поднимите руки Нет, нет, не стреляйте, пожалуйста Глория Глория, спаси меня Не стреляйте, не стреляйте, не надо Успокойся, Петунь, полиция здесь С тобой ничего не случится Сеньора, отпустите Сеньорицы и поднимите руки Не надо Минутку, не стреляйте Что? Минутку, не стреляйте Я не стреляйте Сеньора Я думала, что умру. Все, Пэту, хватит повторять. Ты уже с нами. Я очень тебя люблю, Пэту. Я тоже тебя люблю. Спасибо, что ты меня не бросила. Послушай, это место преступления. Здесь нельзя ничего трогать. Вы что, не видите? У нее связаны руки. Это очень странно. Может быть, вы убили не того человека? Простите, уйдите отсюда. Не вмешивайтесь в нашу работу. Что за глупости? Попросите прислать помощь. Неужели вы не видите? Минутку. Куда вы? Хорошо, хорошо. Вы совершили серьезную ошибку. Но так это не останется. Я же просил вас не стрелять. Но она же была... Замолчите! Вы что, не видите, что у нее связаны руки? Не нужно было стрелять. Соломон, я хочу увидеть, кто это. Сними покрывало. Продолжение следует... Сними покрывало. Сними покрывало. Сними покрывало. Это Кармен Рассаура Жена Иуды заманила нас в ловушку Она знала, что здесь была полиция, что мы ее ждали И что при малейшем движении она была бы мертва Синьор Соломон, мы не хотели этого делать Было много дыма, она не дала нам времени отреагировать Все произошло очень быстро Петунья Тебе удалось увидеть ее? Нет Ты смогла бы ее узнать? Нет, нет На ней была ужасная маска, как у смерти Она закрыла мне лицо, чтобы я не смогла увидеть ее Тебе лучше, Петунь? Мы очень боялись за тебя Ты знаешь, что мы тебя любим и чуть не умерли от горя Я все еще не могу прийти в себя после такого страха Спасибо, лучше пойдем домой Соломон, ты нашел мою маму? Нет Ивон сказала, что она ушла с Альтаграсии Они ушли? Да И куда мама пошла с Альтаграсии в такое время? Привет Маркус, ты здесь? Я не думал, что ты придешь сюда Тебе звонили из полиции? Из полиции? Почему мне должны были звонить из полиции? Маркус Только что убили Кармен Рассауру Я очень сожалею Что себе возомнила эта убийца, чтобы распоряжаться нашими жизнями? Ради Бога Почему Кармен Рассаура? Потому что Кармен Рассаура знала, кто жена Иуды Она ее разоблачила, и это стало причиной смерти Как же так? Маркус Я не знаю, как тебе об этом сказать Мы думали, что если устроим жене Иуды ловушку, она попадется Но все получилось плохо Нет, нет, это трагедия Как я скажу об этом сыну? Как я ему скажу, что теперь он будет жить без мамы? Маркус Нет слов, чтобы оправдать такое Я очень сожалею А что с телом? Этим занимается Каликсто Тело будет отправлено в Каракас А завтра в компании пройдет месса Это прости Это моя вина Мне принадлежала идея устроить ловушку жене Иуды Я чуть не умерла Не говори так В любом случае, заплатила невиновная Кармен Рассаура мертва Она спасла меня, отдала свою жизнь за меня Девочки, мне страшно Я не хочу оставаться одна Нет, Пэту Подруги, это семья, которую мы выбираем Мы не оставим тебя одну Ты для нас как сестра Да, не переживай, Пэту Мы не оставим тебя одну Ты знаешь, наш девиз Один за всех И все за одного Я вас очень люблю А мы тебя опять Слава Богу, что с тобой ничего не случилось Иначе я бы никогда себя не простила Слава Богу Возьми моего вини Там что-то назревает Микаэл и они из тех женщин, которые теряют время Они неплохо смотрятся Рене Сейчас никому не до шуток По нашей вине напугали Пэтунию и убили Кармен Рассауру Ты меня прости, Глория Но мы не виноваты в смерти Кармен Рассауры Это была ошибка полиции Даже Соломон заметил это Он прав Они повели себя неправильно Кроме того, когда Соломон попытался прояснить ситуацию Его не пропустили Они попали в ее ловушку В любом случае, жизнь Кармен Рассауры была в опасности Потому что у нее был профиль убийцы Вы правда считаете, что через профиль можно выйти на имя убийцы? Неужели Кармен Рассауры знала, кто жена Иоли? Соломон, Соломон! Соломон, Сити! Пришли пожарные Нет, не пожарные, конфетки Потому что эти гасители огня такие классные Я начинаю гореть Хорошо, Рикардо, скажи, пусть войдут Есть И предупреждаю Веди себя хорошо Да Да-да-да-да-да Пожарные, входите И погасите этот огонь Рикардо, пожалуйста Добрый день Добрый день Итак, что с моими складами? Пожар ликвидирован Любопытно, что он возник не спонтанно и не случайно Кто-то намеренно поджег несколько ящиков в одном из помещений С какой целью? Я советую вызвать полицию Человек, спровоцировавший мини-пожар, знал, что делает Хорошо, я сделаю это Всего доброго Я вас провожу Я вас провожу Но сначала Скажите, сеньор пожарный Шлангом, который вы используете, чтобы гасить огонь Можно поливать сад? Рикардо, пожалуйста Сюда, сюда, сюда Ребята, мне кажется, Лаура, жена Иуда Всякий раз, когда я ее вижу, я как бы слышу ее голос Это я, это я Посмотрите на меня Вообще-то она похожа на женщину, которая напала на нас на складе Кроме того, она очень сильная Я могу сказать, что Лаура далеко не слабачка Я видел, как она таскала ящики и двигала бочки Может быть Пету, почему бы тебе не начать смотреть на нее пристально Как будто говоря, я тебя разоблачила Несмотря на маску Нет, 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 еще одна ловушка Нет, ради бога Ты не понимаешь, что мы подвергаем опасности жизнь Петуньи? Не знаю, ребята Всякий раз, когда мы что-то предпринимаем Жена Иуда опережает нас И случается что-то плохое Да Нужно найти другой способ Ребята, это Симон, брат Маркоса, он нас приглашает Очень приятно, как дела? Привет Провести несколько дней в усадьбе, что скажете? Черт, нам бы не помешало провести несколько дней в усадьбе Мика, если хотите, поезжайте, а я неважно себя чувствую, и ты это знаешь У меня тоже нет большого желания У меня тем более, тем более Какие вы зануды Ладно, раз вы не хотите, я поеду одна Что ж, это очень хорошо Как бы то ни было, приглашение остается в силе Вы можете приехать, когда захотите Спасибо Спасибо Мне нужно идти, пока Увидимся Пока Пока, ребята, увидимся Микаэла, ты не теряешь времени Не успел уйти один, ты нашла второго Ты меня поражаешь Оставь меня У тебя слабость, кроха с Сан-Паулем Сначала Маркус, теперь Симон Зависть плохая спутница В чем проблема? Он приятный мужчина Я не понимаю Да, приятный Отличный мужчина Вчерашний дым причинил вред вину, которую мы держали в дубовых бочках Что ты сказал? Что вино испорчено, Соломон Оно не годится? Все наши усилия пошли на смарку И хуже всего Панчо Пожарные сказали, что человек, который поджег склад, знал, что делает Это было сделано намеренно Панчо, я не понимаю Это уже второй раз Первый раз в день презентации вина В честь Саграрио И теперь это Я думаю, этого достаточно Мы должны усилить охрану Установить камеры Это нужно остановить Бьют лично по тебе Кто хочет разорить меня? Не знаю Энма Может, Энма Только ей не выгодно, что ты заработаешь деньги Потому что ты разорвешь помолвку с ней Проходи, Глория Пожалуйста Энма, я не расположена вести с тобой беседу Так что говори скорее, потому что у меня много дел Успокойся, Глория Я всего лишь хочу поговорить Иди сюда, сядь, пожалуйста Я много думала И Я решила раскрыть тебе сердце И объяснить, что происходит Энма Сейчас я тем более не хочу говорить Мне не нравится этот тон Я всего лишь хочу, чтобы ты меня выслушала и поняла Смотри Не делай такое лицо Ты правильно подумала Я пыталась покончить с собой Как ты могла, Энма Я сделала это из любви к Соломону Мне очень плохо Беременность сделала меня уязвимой Честно говоря Я никогда не думала, что так люблю Соломона И поскольку он был холоден со мной Я пришла в отчаяние И Хотела убить себя Энма, я считаю, что ты должна поговорить об этом с ним Я не имею к этому никакого отношения Проблема в том, что он меня не слышит, Глория Знаешь что? У него всегда была слабость к девочкам Но я никогда не придавала этому значения Однако на этот раз все иначе, Глория Он мне нужен Мне нужно, чтобы он был со мной во время беременности Ты такая добрая, Глория Ты должна помочь мне вернуть его Пожалуйста Я прошу тебя Ты должна сделать это, чтобы он вернулся ко мне Потому что я не могу жить без него С тех пор, как появилась ты мне, очень плохо Я много страдала И теперь я жду ребенка Ты должна забыть его Должна оставить Соломона в покое Энма, Энма Твоему сведению между мной и Соломоном Уже ничего нет Мы порвали в тот день, когда я узнала, что ты беременна Но он не хочет жениться на мне, Глория Ты прекрасно знаешь, что он должен это сделать Ради моего эмоционального состояния Ради нашего ребенка Пожалуйста, Глория, скажи ему, чтобы он женился на мне Что? Нет, нет, Энма Я не имею к этому отношения Это ваши дела, решайте их сами Так что разговор окончен Я пойду, потому что мне надо работать Нет, нет, Глория, пожалуйста, я прошу тебя Мы еще не закончили Мне надо, чтобы ты мне помогла Соломон мой должник Он должен очень много Я этого так не оставлю Придется расплачиваться Пару минут назад ты говорила о своих чувствах Переживаниях О ребенке, которого ждешь Мне даже показалось, что ничего кроме этого тебя не интересует А ты вдруг о деньгах Выходит, тебя не волнует ничего, кроме его долга тебе Ничего подобного Для меня ребенок это святое А деньги потом Тогда зачем ты о них заговорила? Потому что Соломон разорен Говорят, вчера пропал весь урожай Энма Работы много Мне не до пустых разговоров Найди себе подружку и болтай с ней сколько хочешь Глория, ты ничего не поняла Соломон разорен Скоро истекает срок договора У него за душой не будет ни доллара А долг отдавать надо Придется на мне Жениться И не надейся, Энма Тебя ждет сюрприз В чем дело, Каликстер? Почему ты врываешься ко мне в кабинет и суешь какую-то папку? Никак не придешь в себя? В ней все дело Прочти и поймешь, за что убили Кармен Рассауру Неужели? Каликстер Она погибла по вине полиции Ты это знаешь Жена Иуды устроила нам ловушку И мы попались Она переодела Кармен Рассауру Оправдаться вам все равно не удастся Что в этой папке? В ней описание убийцы, сделанное Кармен Рассаурой Она знала, кто такая жена Иуды Поэтому умерла Прочти сам Каликстер Это невозможно Все сходится, Соломон Жена Иуды убила Кармен Рассауру Которая знала ее в лицо Соломон, мне все это надоело Имей в виду Глория, я занят Подожди немного После того, как поговорю с Каликстер Позову тебя Я подожду прямо здесь Количество извини, пожалуйста Придется ненадолго прерваться Ладно, Соломон Подожду в коридоре Только очень прошу Аккуратнее с этой папкой Не беспокойся Надеюсь, ты меня понял Пока Мало того, что случилось вчера Сегодня ты меня решила доконать У меня нервы не выдерживают Ладно, Глория С чем пришла? Я хотела поговорить с тобой об Энме А что это за особая папка? Здесь описание убийцы, сделанная Кармен Рассаурой Каликстер считает Поэтому ее и убили Она и имя называет Или только описывает? Не знаю Я могу посмотреть папку Ни за что не поверю тому, что тут написано Мама не может быть женой Иуды Глория, я не знаю Но она одна из пяти подозреваемых В конце концов Кармен Рассаура сделала всего лишь анализ Каликстер расследует это дело Поживем, увидим Не забывай, Соломон Ты обвиняешь мою мать Я с этим никогда не соглашусь Ужасно, что ты ей не веришь Глория, у меня столько проблем Весь урожай пропал Потеряны миллионы долларов Уверен, пожар не был случайностью О чем еще я могу думать? Соломон, забудь ты об этом вине В следующем году все на мир стаешь Меня больше волнует мама Подумать страшно, что ее могут обвинить в убийстве О ней я забыть не могу И не хочу Не надо на меня давить Мне и без того плохо Извини, Соломон Я понимаю, ты переживаешь из-за вина, денег, долго Но я не могу не думать о маме Никогда не поверю, что она жена Иуды Я тоже не верю И ты прости меня Может, ты и права Пусть погиб мой многолетний труд Твоя мама сейчас важнее всего Кстати, она не единственная подозреваемая Да, там есть и другие Знаешь, что еще меня заинтересовало в этой папке? Был свидетель, ребенок Даже не знаю, что тебе сказать Откуда у Кармена Розаура такая информация? Свидетель? Да еще ребенок? Все пропало, Соломон Ничего не спасли Весь урожай погиб Вся работа прахом пошла Три года, Панчо Три года! Надо начинать с нуля Соломон, не расстраивайся Как я могу не расстраиваться? Ты не понимаешь? У меня больше нет времени Как мне передавать тебе такую фирму? Лаура, тебе что-то нужно? Что это, Соломон? Из полиции принесли Бумаги Кармен Розауры, касающиеся жены Иуды Лаура, я хотел тебе сказать Что никак нельзя потерять все вино Посмотри, что можно сделать Глория, пошел прахом труд Трех лет моей жизни Это вино Успокойся, Соломон Не понимаю, что случилось У меня все было продумано Соломон, я буду в лаборатории Постараюсь сделать все, что можно Чтобы спасти вино Спасибо, Лаура Соломон, у меня идея Не знаю, как ты к ней отнесешься Глория У меня одна идея Дай мне время Чтобы вернуть тебе фирму в порядке Надо продлить контракт Соломон, мне кажется Ты мог бы попросить помощи у Альтаграсии Она знает дело Дедушка и Буэн-Эвентура ее многому научили Вот это да Глория в белье Отлично Просто чудо Какие бедра Как бы я хотел почувствовать их под собой Ты будешь моей И сделай, что я хочу Глория После меня ты не захочешь любить никого другого Глория Ты сводишь меня с ума Никакая другая женщина меня так не возбуждала Синьор Алирио Как вы можете Это низко Подло Что за чушь Упаси тебя, Боже Проболтаться кому-нибудь Держи язык за зубами Иначе никогда меня больше не увидишь Папочка не придет к своей крошке Чтобы приласкать ее ночью Иди отсюда Пошла вон Автография думает, я поверю, будто она ничего не знала Ни об этих бумагах, ни о ребенке Они все сговорились, чтобы свести меня с ума Хотят сделать так, чтобы я сама во всем призналась Ни за что Богом клянусь, не дождутся Они меня еще узнают Что это, Лаура? Что? Это папка Откуда она у тебя? Объясни, пожалуйста Петунь, Микаэла Никого нет И записки не оставили Пусть только появятся Ну ладно, пойду приму в ванную Ну ладно, ладно Пусть иorientают Пусть и Jeżeli Эта папка была у меня на столе. Как она оказалась у тебя? Соломон, так вышло. Даже не знаю, как тебе объяснить. Ближе к делу, Лаура. Ладно, мне ее дала Рикардо. Чтобы я знала, что мы все под подозрением. Какая глупость. Мы все под подозрением. Прекрати увиливать, Лаура. Что же мне с тобой делать, малышка? Может, одеться, как Соломон? Еще надушиться его вонючим одеколоном? Какая мерзость. Знаешь, я буду любить тебя так, как никто, кроме меня, не умеет. Жизнь моя. Сегодня ты станешь моей. И не жди пощады. Лаура, мы все больше отдаляемся друг от друга. А те, кто действует поодиночке, обречены на поражение. Мы должны быть командой. Иначе дело пойдет прахом. Соломон, не знаю, что ты имеешь в виду, но я на твоей стороне. Только вот с вином уже ничего не сделаешь. Я о твоем поведении, Лаура. Ты крадешь вещи из моего кабинета. Врешь. Почему? Откуда у тебя эта папка? Не думаешь же ты, что я поверил этим байкам про Рикарду. Соломон прав. Говори все на чистоту и покончим с этим. Хорошо. Если вы так хотите. Все дело в жене Иуды. Она хотела встретиться со мной и встретилась. Честное слово, Эрнест, я очень напугана. Я действительно боюсь, что она убьет меня. Жена Иуды говорила с тобой. Минуточку, ничего не понимаю. Объясни. Лаура, этот человек убил твоего отца и Саграрио. Твой долг рассказать все, что ты знаешь. Я ничего не знаю, лица я не видела. Хватит. Я и так на грани срыва. Лаура, ты что-то скрываешь. Не знаю, что именно, но уверен, я прав. Соломон, поверь, мне нечего скрывать. Я никому не позволю сомневаться в моей искренности. Никто и не сомневается. Лаура, ты тоже в списке подозреваемых Кармен Ресауры. У меня такое впечатление, что она многое знала о жене Иуды. Рассказывай все, что тебе известно. Ничего, честное слово, я ничего не знаю. Эта женщина убила Марину и Саграрио. Лаура, прошу, если тебе что-то известно, расскажи. Тогда удастся спасти чьи-то жизни. Но ты не знаю. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Как я хочу тебя, Глория. Я бы все за тебя отдал... Чтобы почувствовать твою кожу... Сделать тебя своей, Глория. Увидеть твое лицо, изможденное любовью, и глаза, жаждущие продолжения. Такого не было ни с одной из женщин. Алирио в ванной комнате Глории? А она его не видит? Подонок. Ничего у него не получится. Тебе придется пойти в комнату обнаженной. Как я хочу увидеть любимую женщину во всей красе. Любимая, ты сводишь меня с ума. Я люблю тебя, Глория. Такого со мной никогда не было. Любимая, ты сводишь меня с ума. На вешалке был мой халат и полотенце. Я же не сумасшедшая. Тут кто-то был. Кто там? Что ты тут делаешь, Соломон? Что за шутки? Прекрати. Ты не Соломон. Ты не Соломон. Тихо. Молчи, Глория. Какая хрупкая шейка. Ты такая беззащитная, Глория. Как я хочу тебя. Глория! Глория, открой! Это я, Исмаэль. Надо поговорить. Поверю. Это твой брат. Мне придется открыть. Скажи, Исмаэлю, что открыть не можешь. Что ты в ванной. Скажи, что потом встретишься с ним внизу. Я должен сообщить тебе нечто важное насчет жены Иуды, что стало известно Кармен Рассауре. Не говори про меня. И отошли его. Глория. Слушай, Исмаэль, я только что из ванной. Извини. Ты не мог бы подождать меня внизу? Пожалуйста. Хорошо. С тобой все в порядке? Ничего не случилось? Нет, ничего. Ну и хорошо. Я могу подождать у двери. Не надо, Исмаэль. Встретимся внизу. Спасибо. Точно? Точно. Глория, ты такая красивая. Такая нежная у тебя кожа. Алирио. Давай быстрее говори, что ты хотел мне рассказать о жене Иуды. Что тебе нужно, Алирио? Предупреждаю. Если это твой очередной трюк, плохо тебе придется. Что такого особенного ты хотела рассказать насчет жены Иуды? Глория, не торопи меня, пожалуйста. Не отталкивай. Я хочу быть с тобой, Глория. Говори же, наконец. Глория, иди сюда. Иди ко мне. Алирио, отпусти. Отпусти немедленно, а то я закричу. Не думаю, что тебе стоит кричать, Глория. Почему?